Друзья, меня часто спрашивают, где я беру перчатки и остальные аксессуары для тренировок. Так вот, Workout Shop это лучший магазин с инвентарем для тренировок дома и на улице. Если вам что-то нужно, обращайтесь к ним, ссылка в описании. Всем привет, друзья, это Стас, я думаю, вы его помните. Сегодня мы вам покажем, как делать стойку на руках. Вы давно меня просили, сегодня Стас вам расскажет, так как умеет он, я не умею. Ну что, поехали, посмотрим. Сейчас я вам расскажу, как правильно стоять на руках со стороны эквилибристики, а не со стороны стрит-воркаута. Первая ошибка многих стрит-воркаутеров, они считают, что стойку на руках делают с помощью пружинки. Многие в стрит-воркауте считают, что стойку на руках делают с одной ноги, это неправильно со стороны эквилибристики, плюс очень травмоопасно. Сейчас я вам покажу, как делать, делают неправильно и делать это правильно. Первая стойка, я ее называю пружинка, работает она по принципу не от силы, а от физики. Занимаем удобную позицию. Нога у многих находится вдалеке, если вы выбрали этот метод, то говорю сразу, учитесь ногу ставить как можно ближе к себе. Тут вам обязательно понадобится растяжка, иначе вы не сможете выполнить этот элемент и подводящие к нему упражнения без каких-либо косяков. Разберем эту стойку поподробнее, выясним большинство неудач у ребят. Первая из большинства ошибок, как я уже говорил, это нога стоит относительно далеко от туловища, то есть мы выбрасываем себя издалека. Разумеется, это неправильно, это травмоопасно, поскольку вы можете вывихнуть себе плечо, это очень легко. Ногу ставим максимально близко к себе и делаем, считается, как без силы, чисто физика, выбрасывая одну ногу вперед, вторая ее потом догонит. Вы это почувствуете. Вторая из ошибок, то что люди не напрягают кисти рук и их пальцы. Полагается, многие полагаются на то, что они будут стоять чисто опираясь на пол. Нет, это не так, когда вы стоите на ногах, вы используете свои пальцы, напрягая как большие пальцы, так и остальные. Чтобы правильно встать на стойку при прыжке, нужно напрягать сразу все пальцы, чтобы вас не выбросило вперед. Иначе вы можете вывихнуть себе плечо, сломать кисти, это делается очень легко, сломать фаланги пальцев, что делается тоже без проблем. Чтобы этого не было, напрягаем пальцы. Делается это подобным образом. Вы как будто стараетесь поймать землю. В случае, если вы уже встали на стойку, она у вас получилась, и вы падаете не вперед, а назад, обратно, руки принимают, как и ноги, форму подушечки. Вы облокачиваетесь на кисти, это вас очень быстро возвратит в обратное положение. Тут главное не переусествовать. Сейчас я вам расскажу, как делать со стороны квилибристики. Меня учили акробаты из цирка. Это упражнение, которое послужит подготавливающим к остальным элементам в стойке, поскольку прокачивает и спину, и плечи, и кисти. Данный вид со стороны квилибристики, я не знаю, какое носит оно название, они это просто называют стойкой на руках. И самое главное, не учите стойки, где бы вы ни смотрели, на каких ресурсах вы бы ни видели, на каких источниках, не учите стойку у стены. И не пытайтесь ходить сначала на руках, потому что после этого у вас разовьется привычка, и вы будете либо отклоняться, в том случае, если вы учились у стены, у вас будет стойка кривая, неровная, там, писанская башня, в общем. А если в случае, когда вы начали ходить сначала, то после того, как вы будете учиться стоять, вы не сможете поймать баланс на одном квадрате. То есть вы будете постоянно перемещаться. Расскажу вам сейчас про подводящее упражнение, одно из которых называется закрытая лягушка, является открытием для тех, кто учит планш. Принимаем позицию, как будто мы встаем в стойку на руках, но коленями упираемся в локти, отклоняемся чуть-чуть вперед, ловим баланс и стараемся держаться. Примерно 30 секунд достаточно для того, чтобы ваши плечевые суставы и суставы на кистях достаточно развились. Следующее подводящее упражнение является одним из ключевых моментов стоек, если вы будете учиться стойке не только на полу, а на опасных поверхностях или турниках и брусьях. Это выход в стойку без поднимания ног. Работают только поясница и ваши плечи. Ну и естественно не забываем напрягать пальцы. Это важно, заостряйте на этом моменте. Подобные упражнения надо выполнять в течение нескольких недель, по несколько раз. Не обязательно это задрачивать, не переусердствуйте, сорвете спину, это 100% или получите какое-то повреждение. Дайте вашим рукам привыкнуть и привыкнуть к голове тому, что будет постоянно идти давление в голову. После подъема туловища, после того, как у вас стало получаться это делать, вы можете себя задерживать примерно 10-15 секунд, не более. Если более, то это лучше. Переходим к изучению основной стойки. Итак, разберем, что в ней важно знать. Для начала говорю сразу. Я учил эту стойку очень долго. И скажу из личного опыта. Учить вы будете ее очень долго и мучительно. Будут падения, будут вывихи, будут переломы, будут ушибы, будут синяки. Есть человек, который даже сорвал себе спину сегодня при попытке. Я, короче, сделал с первого раза и сорвал себе спину, блин. Теперь защемило, короче, там подзвоночники и пипец. С первого раза лучше не старайтесь там что-то жесткое делать и обязательно разминаетесь. После того, как у вас начало получаться некоторое время стоять на руках, эта стойка будет, скорее всего, кривой. И у вас либо будут забрасываться куда-нибудь ноги, либо вы будете постоянно падать. Не переживайте по этому поводу, она выровняется сама собой. Главное, в день делать не слишком много, чтобы не сорвать спину, не страдать от головной боли и боли в кистях. Так, очень рекомендую для тех, кто научился стоять, подойдите к стене, встаньте на руки и учитесь отжиматься. Итак, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, вам все было понятно, все объяснение было довольно предельно понятно. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите на него. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!